Могу сказать, что вот этот недельный цикл после последней игры мы очень эффективно использовали, очень хорошо потренировались. За эту неделю был сделан очень подробный анализ нашей игры с пари Нижний Новгород. Йозеф, здравствуйте. У меня вопрос по вратарям сразу, потому что два последних матча в стартом составе начинал Данил Кудяков, молодой вратарь. Капитан команды Гильермия, соответственно, находился в запасе, и у меня вопрос в связи с этим, с чем это связано, выбор Кудякова, молодой вратарь переигрывает Гильермия, или, соответственно, есть какие-то вопросы по здоровью у Гилья. Спасибо. Конечно, у нас, прежде всего, есть тренер по вратарям, в котором мы находимся в очень тесном контакте, но его впечатление о том, как ребята тренируются, очень важно, и мнение тренера по вратарям мы всегда принимаем во внимание. У нас вообще очень такое радостное чувство, что у нас не только два, у нас три вратаря, очень хороших вратаря в нашем составе, в нашей обойме. Последние игры Данила Кудякова и также его выступление в прошлом сезоне было очень хорошим. Мы ему очень довольны, и сейчас могу сказать, что он буквально, может быть, чуть-чуть на корпус опережает. Хотел бы уточнить, кто не поможет команде в матче с Ростовом, и чем опасен Ростов, и почему особенно готовились при подготовке к этой команде, кроме анализа игры матча с Нижним Новгородом? Конечно, да, еще раз повторюсь, был проведен подробный анализ нашей первой игры для того, чтобы улучшить нашу игру в атаке. Это тем более будет очень важно, потому что нам предстоит соперник, который умеет и любит играть с мячом. Как мы видим, сейчас Ростов немножко по-другому структурирован, играет немножко в другой футбол, нежели чем они играли в прошлом году. Команда очень опасная, мы смотрели их последнюю игру. Мы видим, что команда играет в быстрый атакующий футбол, у них очень много подключений и мячей забрасывается вперед в глубину, поэтому нам надо быть в полной готовности, чтобы противодействовать этой команде. Команда устоит очень компактно во всех линиях, у команды быстрый переход из обороны в атаку, команда очень неплохо играет и очень опасна в стадии конструкции игры, в стадии выхода мяча из обороны в атаку, поэтому команда производит хорошее впечатление Ростов. Мы видим, что в центре полузащиты у Ростова есть два очень хороших игрока, это Глебов-Байрамян, очень опасные игроки, которые хорошо играют мяч вперед и могут отдать хороший пас. На краях мы видим очень активных фланговых игроков атаки, это Пола-Стугарев, которые тоже очень опасны, поэтому надо встречать команду во всеоружии. Да, и тем более команда Ростов будет мотивирована, мы знаем, что в их составе есть те игроки, которые проходили через Локомотив, поэтому игра будет очень горячая и нам надо, еще раз повторюсь, быть в полном всеоружии, в полном внимании. Да, у меня вопрос про Ивана Игнатьева, потому что он находился достаточное время в расположении Локомотива на просмотре, с ним был заключен контракт. И есть чем у меня вопрос к Йозефу по поводу того, изучал ли историю Ивана Игнатьева, то есть были разные моменты с точки зрения дисциплины вне поля, да, что он скажет по поводу того, что Игнатьев за последние два с половиной года играл с игры, и вообще какого он мнения имеет, и как будет применять Игнатьева на футбольном поле. Спасибо. Что касается прошлого игрока, я могу сказать, что оно для нас не так важно. Мы прежде всего смотрим на игрока, в какой он сейчас актуальной форме находится, мы наблюдали за ним достаточно продолжительное время, впечатление было хорошим, позитивным. Это именно то, что хочет увидеть тренер, он хочет узнать, этот тип игрока подойдет в ту схему флот-футбол, которую мы будем проповедовать. На фоне его работы игроку был предложен контракт. Конечно, мы знали об истории игрока, эта история, она больше, как говорится, муссируется в российских кругах. Я просто это принял в сведения из разговоров, что вот эта вся история, она остается за бортом. Прежде всего, акцент был на то физическое состояние, в котором находился игрок. Игрок прошел большую систему тестов, мы посмотрели, в каком сейчас физическом состоянии находится игрок, сколько ему времени необходимо для того, чтобы набрать свою максимальную форму. И на основе всего этого, повторяюсь, было принято решение, что этот игрок ему по пути с нами. Наш тренерский штаб, мы особо долго не дискутировали о том, подходит нам этот игрок или нет. Решение созрело довольно быстро. Может быть, последние два года игрока были не совсем впечатляющие, но мы полностью в курсе о том, какой вклад в российский футбол человек сделал более ранний период. Мы все знаем о его способностях, о его потенциале игрока. В своей тренерской карьере у меня тоже были игроки, которые тренировались под моим руководством, которые тоже, может быть, из-за своего молодого возраста совершали какие-то ошибки. Но эта ситуация исправлялась, игроки выходили на правильный путь. И сейчас я могу сказать, что для Игнатьева очень такой большой шанс себя показать, проявить себя, зарекомендовать и удачно отыграть сезон. Кто не сможет помочь, мотивовать мочи со столом? Это, конечно, наш Рифат Жималединов, тот игрок, который не сможет сыграть, которого нам будет не хватать. У него, конечно, более такая продолжительная травма. Надеюсь, Рифат будет быстро поправляться. Также у нас Марко Раконец, который получил удар в глаз во время тренировки. Ну, как я его сегодня видел, ситуация сейчас намного лучше. И вполне возможно, что игрок получит свои игровые минуты в игре. Да, я так понимаю, что вопросов больше не осталось. Всем большое спасибо. Мы тогда завершаем нашу предмочную пресс-конференцию и ждем вас на РЖД-арине в воскресенье. Спасибо большое всем. Спасибо. Спасибо большое.